Менялось название газеты, но неизменным остается важность и необходимость печатного издания для анагайского народа. Но Гайда в Сы исполняется 80 лет, и этот праздник не только сотрудников, но и читателей. В канун юбилея в Доме печати, где располагается редакция газеты, побывала Алла Динаева. Хорошо писать на родном языке – особое искусство. Работа журналиста ответственна и насыщена событиями. Много интересных встреч, командировок. Профессиональные с большой любовью относятся к своей работе сотрудники газеты «Нагайда в Сы». И вот уже 80 лет печатное издание радует читателя интересными материалами на различные темы. За эти годы газетой пройдено и сделано немало. На всех этапах развития страны «Нагайда в Сы» достойно соответствовала духу времени. За этот период газета несколько раз меняла свое название, но суть ее остается той же. Она служит для народа, она для нашего нагайского народа, она зеркало истории нашего народа. В ней, как в зеркале, отражаются все события и памятные даты, которые проходят у нас, у нашего народа. Это, можно сказать, летопись нагайского народа. И еще одна важная функция газеты – это сохранение нашего родного нагайского языка. За 8 десятилетий коллектив газеты «Из поколения в поколение» продолжает сохранять и славные традиции старших поколений, оттачивая и развивая нагайский язык, который является надежным хранителем и выразителем народной мудрости. Газета была и остается творческой школой, где происходит становление и воспитание будущих поэтов, писателей и журналистов. К истории газеты сотрудники относятся трепетно и фотографии всех редакторов, которые в разные годы руководили газетой и собраны здесь вместе. По четвергам и субботам свежие номера газеты на гайдовысы выходят тиражом около 2000 экземпляров, а яркий, красочный юбилейный номер обещает быть особо интересным. Алла Динаева, Светлана Кокова, Алибек Ешеров, Руслан Харченко. Вести. Корочево-Черкесия.